Итак, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш курс мануальной терапии И, соответственно, для общего понимания, без всяких лишних слов, без лишней анатомии Сразу показываю основные принципы Человеческий позвоночник имеет естественные природные изгибы Как вы видите, такие S-образные, змейка идет Это очень нужно для человека, потому что это позвоночник как амортизатор Человек единственное животное, вертикально стоящее, прямоходящее Поэтому у него вот эта вся нагрузка, которую он на себе носит, она должна вот так вот пружинить Для большей пружиненности между позвонками у нас есть фиброзные кольца, они такие мягкие И пульпозное ядро, которое еще больше смягчает все компрессионные удары Все процессы мануального массажа и терапии, коррекции мануальной мы делаем с точки зрения декомпрессии То есть мы это все растягиваем, декомпрессируя Вот эти сжатия, а сжатия природные, ну, затяжесть, которую мы носим из-за собственного веса Живота, сумок, гравитация на нас действует, столб воздуха атмосферного и так далее Все на нас действует, все действует на компрессию Поэтому вот растяжения, вот такие, да, называются тракция То, что мы делаем, ну, немножко терминологию пройдем, да Хрусты, которые мы делаем, это траст Вот этот естественный изгиб шейный называется лордоз, их два изгиба Еще поясничный есть лордоз То есть, естественно, в этих местах у человека должен быть прогиб определенного уровня Это не болезнь Кифоз тоже естественный, такой вот цитулость Горб, так можно сказать, да И еще один кифоз, это вот в зоне крестца и копчика Соответственно, 7 чайных позвонков, от 1 до 7, маркируются буквой С Ну, там, от латинских слов каких-то, в принципе, их неважно сейчас запоминать Повесть грудной отдел 12 позвонков, от 1 до 12 Т-Аш маркируются, ну, иногда там, Д, кто-то вот пишет 5 позвонков лордоза полесничного, от 1 до 5 маркируются буквой Л Срощащие позвонки, S латинская, ну, это 5, там, 5 срощащих позвонков Вот, между ними 4, вот, есть выхода для нервов Ну, про копчик мы вообще не будем говорить, ну, как бы, есть и есть Копчик можно вправлять только в том случае, если произошла травма Или он сместился, скривился, там, да, в первые, ну, недели после травмы Ну, максимум, там, через 2-3 месяца Потом, когда он сросся, в принципе, нет смысла его править Ну, кривой, кривой, да, человек, он редко мешает жить Ну, просто лишний раз уже залазить и его ломать не рекомендую, не стоит Соответственно, смотрите дальше На местах лордоза мы в основном воздействуем скручиванием Это в основном скручивающие моменты Вот, на местах кифоза у нас воздействие прямое Вот такое Звонки Ну, не знаю, красный цвет, что-то пишет Еще красный Ну, видно, да? Что касается патологий Если Там терминология такая Вперед наклон, да, у позвонков идет Или у всего позвоночника Это флексия Если назад, это экстензия Есть, когда уже ведут процессы Патагонные, да То лордоз выпрямляется, да Испрямленный лордоз Кифоз может усилиться Усиленный кифоз Это уже заболевание Тут лордоз может быть либо усиленный Либо выпрямленный Либо даже до кифоз выходить Это вот уже проблема Это уже болезнь Скориоз Это искажение вот в этой плоскости В сагитальном, да Когда вот так вот позвоночник вызывает Ну, как я вам говорил Это может быть чаще всего Из-за перекоса таза Он начинает S-образно Компенсионатурно Искривляться В предположенную сторону Так, какими методами Мы здесь еще воздействуем? Мы, соответственно, скручиваем Упираясь вот в эту косточку Да? Гребень позвоночной кости Вот этот вот Он немножко сзади выпирает Над крестцом Он выше Поэтому на него очень удобно воздействовать И в противоположную сторону Мы давим на лопатку Или перед? Ну, вот примерно вот так вот Вот, то есть Диагонально получается, да? Диагонально и на раскручивание То есть весь позвоночник Мы как бы по спирали вот так стараемся выценить И диагональное направление Вектора нашего воздействия Ну, соответственно, и в противоположную сторону тоже Вот По раскручиванию я вам уже Показывал мне в терпиеме Сейчас еще раз повторим, да? Вот это вот я нарисовал Реберную дугу Дело в том, что здесь По звонков Есть поперечные отростки Которые стыкуются с ребрами Может, ребра Соответственно, ребра идут чуть ниже И стыкуются с грудиной, да? Поэтому вот у нас еще будет некоторое воздействие Запоминайте Которое Вот, например, проблема вот здесь Образовалась Мы будем давить через ребра Спереди чуть ниже Где-то сантиметров на 10 получается То есть уровень воздействия Вот тут упор И вот тут упор Чуть-чуть получается Вот в диагонале Чтобы его вытянуть Чтобы выпрямить А спрямить Понимаете? Кроме того, когда человек лежит Вот мы проверяем Атисты отростки, да? Они должны быть строго на одной линии Если они повернуты То, что называется, ротированы То, соответственно, наша задача Их восстановить Ну, наши это уже Восстановить обратно Потому что, как я говорил У этого Атланта У него боковые отростки Могу пережимать И нервы, и кровообращения в голове нарушать Вот здесь Отростки в основном идут вниз Ну, примерно под 45 градусов Не вверх, а в нижнем Ну, как бы получается, да Они в обратную сторону Вниз направлены Когда человек лежит Мы будем давить на него Чуть-чуть выше Ну, во-первых, я говорил Если человеку больно Вот, например, вот здесь На этом месте, да? То, скорее всего, отросток пережат выше Это, во-первых А, во-вторых, чтобы попасть на вот этот позвонок выше Мы должны ниже давить Вот туда, под 45 градусов То есть мы немножко снизу давим вверх Опять же, это и для декомпрессии, да? Или обстановки позвонков аккуратно Так, по поводу реберной дуги Я вам уже говорил, да? Что мы давим, по сути, в нее Иногда через паравертебральные мышцы Ну, вот условно я покажу, да? Тоже для скручивания То есть, например, здесь мы давим на ребра А здесь мы давим на вот эту косточку, да? Вот сюда, здесь сюда То есть получается скручивание Так, ну, давайте теперь Приступим К шейным позвонкам, да? Скручивания И к грудному отделу Давление сверху Вот через верх Так, смотрите, у нас уже готов Пациент, девушка Желательно Поверхность должна быть жесткая Стол должен быть жесткий Либо это тахта, может быть, да? Либо на полу, на ковре это можно делать Можно сидя на полу, на коленках Вы коленками давите И вам как раз будет тем, у кого низкий рост Удобнее, потому что вы сверху можете залезть не надо Да? Либо некоторые залазят прямо на стол На стол залазят и давят сверху При этом Ну, пациент должен не испытывать какие-то там Жесткости с грудной стороны, да? У девушек вот часто выпирают передние подвздошные кости Поэтому он подкладывает на подушечку, да? Если большая грудь, то в принципе там делаются такие Ну, в столах такие дырки специальные Ну, в данном случае давайте вот так Сейчас про грудной отдел, да? На диагностике долго останавливаться не буду Это другая тема нашей телепередачи А сейчас мы просто сделаем функциональный Вот блок у него мышечный Справа больше болеть здесь А здесь меньше, да? Вот, скорее всего отсюда мышечный тяж идет вот сюда А тут будет болеть А здесь, да? Нет, вообще не пойдет Нет? Так вот И теперь методы воздействия на грудной отдел Ну, во-первых, нам после массажа надо немножко Ну, если помните, мы весь массаж делали со всякими видами вибраций Очень много его было и такие, и такие, и сякие И постукивания Поэтому Начнем с постукиваний Вот растрясаем Вот парабертибральным мышцами стучу Растрясаем его, да? И если у вас человек пришел Ну, так скажем, неподготовленный с мороза Да, надо срочно его установить Можно всякими шлифовыми техниками Быстро его согреть Всеми медленными постукиваниями И приступать к работе Желательно еще постучать вот таким способом Снизу вверх, как я говорю, да? Вот находятся, где грудные позвонки примерно заканчиваются Устанавливать подушечку из ладони То есть вот таким образом ее складываете Чтобы не было там щелей каких-нибудь там дырочек Вот прям подушку вот такая Ну, вакуум Притянули Да, да Притянули Да, вот этот прием И стучать мы будем сейчас Вот в эти пальчики А они упираются в остистые отростки Как я вам нарисовал, да? Получается, удар у нас ведет чуть-чуть вот туда, в тело Поцелик обернулся туда В тело и в стол Смотрите Терпимо, да? Да Дело в том, что есть такие техники, когда используют долотую киянку И прямо вот вбивают позвонки Остистые прям Ну, рядом, да, либо остистые Ну, я против этих методов, очень жесткие Где-то говорят, в Сибири, там кто-то так делает Может быть по старинке Вообще, есть методы, когда вот мы разжимаем Знаете, как линия металлическую Можно так приложить Либо свою руку И тогда мы бьем не по остистым отросткам А рядышком По мышцам Вот этим паравертебральным Да, но это вообще отдельная технология Можно только ей добиться Делаксации и снятия гипертонусов Так, вот когда разбили Тогда уже можно будет действовать с жесткими методами Значит, какие методы Ну, прежде всего Это вот растяжение От позвоночника Да Это можно сделать на лопатках Вот мы пижемся в лопатке Крест-накрест-руки делаем Обязательно через ткань И обязательно крест-накрест, чтобы лишний раз не скользнули Потому что перестараться Это хуже, чем не доделать Останавливаем Растягиваем максимально Помните, да, вот этого самого последнего напряжения Делаем выдох После этого даем Тут вот немножко может пережаться горло Поэтому было лучше надо Чуть пониже можно О, мы уже пошли сами Вот, это мы раскрепощаем Вот эти вот места Реберно-позвоночное сочинение Теперь Если Опять же, говоря про эти места Если есть где-то, например Выступающие ребро Где-то пошла вот эта дуга целиком Мы конкретно в нее можем удавить Вот, например, бугром большого пальца Да И с небольшим поворотом Вот такой Как будто мы ребро стараемся Вот так или, да Мы стараемся каждый раз Вытянуть Оттуда Изнутри Опять же, примерно под 45 градусов Идет вот Относительно оси тела человека И по 45 градусов Давление вот туда в стол Просто покажу, где вас может не будем Так, раз Два Три Некоторые бывают Прямо вот Достаточно Клиент жалуется Жаловаться Никто ему помощь не может Приходит ко мне И буквально вот Одним таким приемом Костяшкин пальцем Если нападает Давление Большим пальцем Костяшкин пальцев Я упираюсь внутри Был конкретно Или Один палец Выдавливаю За счет того, что Вот Нажимаете кулачок И один палец выдавливается Вот Получается И не это Пол Одним пальцем Прямо Полстенько Конкретно Конкретно Ребро И тогда Вот уже Довлю Следующий прием Вот на Сам Позвоночник Да? Ну мне Я достаточно Высокий Да? И мне вот Удобно Вот так Если вам Неудобно Вы можете На стол Давление Идет Снизу Вверх По целых Градуцам Вот туда Значит Смотрите Это получается Такое Кивательное Движение Веское Короткое И одновременно С этим Я руки Расширяю То есть На расширении Идет Поднимируйтесь Можно В принципе То же самое Сделать И Кулаками Есть Такие Умельцы Которые Зажимают Ассисты Отросток Между Мясистыми Частями Ладони Прямо И не делают И скручивают Он ратирован Они прямо Вот так Это достигается При опыте При вашей Чувствительности То есть Сразу Ну Мы проверим Сейчас все Способы Сделаем Но В работе Легче Всего Это Ладони Я Уперся Надавил И Опять Такие Легкие Покачивания Я чувствую Надо вам Руками Почувствовать Для этого Глаза Не нужны Иногда Стоит Вверх Посмотреть Отвлечься Закрыть Там Дышит Молодец Удыхает После этого Я давлю Еще раз Дать Просто скажу Что Место Проходов Получается По напряжению Чувствуется Раз Два Три Четыре В Очень Редких Случаях Делаются С обратной Стороны Это Если Ваш Клиент Попросит Но В принципе Я рекомендую Только Снизу Верх Но Опять Это Момент Декомпрессии Далее Смотрите Вот На Эти Лопатки Опять Же Можно Воздействовать С этой Стороны Обязательно Там Стоит С этой Стороны Вверх Вот И Переходим Но Не будем На части Разделять Сразу К шеи Или Определенности Так Вот Здесь Нам Смотри Тут Нам Руки Будут Мешать Поэтому Мы Их Светим И Кстати При Движении На Лопатке Тоже Надо Было Руки По идее Свесить Потому Что У нас Движение Идет Переподикулярно Позвоночнику Госточки Полностью Все Расслабились Так Шею Мы Уже Размяли Видно Достаточно Покраснения И Такой Здоровый Румянец Для Этого Мы Повернем Голову Под 45 Градусов И Относительно Оси Видите Своя На Под 45 Градусов И Относительно Тело Человека Прикольно Да Захватываем Смотрите За Череп Вот Череп Держим Я Уже Преднапрягаю Растягиваю То есть Одновременно Тракция Идет Чтобы Усилить Тракцию Я Сопротивление Делаю В плечо Вот Даже Видно Как Можется На Тракция Вот Подожди Объясни До Конца Не Подготавливай А то Она Испугается Я Знаю Мне Уже Так Делали Смотрите Вот Тут Важно Положить Голову На Самую Выступающую Часть Скулу С той Стороны Видите Она Не До Удобней Не Как Удобнее А Как Надо Как Надо Задаете Вы Поэтому Говорите Предупреждать Каждого Расслабься Не Помогай Мне Ничего Вообще Ничего Не Делай Вообще Вот Твоя Задача Просто Лежать Не Освободи Все Свои Мысли Голова Как Пустая Кастрюлька Чугунок Пустой Опираемся В плечо Соответственно Наше Движение Идет Смотрите Оно Двоякое Во-первых По диагонали Да Растягиваем А во-вторых По спирали Вот так Скручиваем Вот Это был Как раз Первый Позвонок Если Мы Чуть Чуть Не Больно Для Человек Просто Щекой Больно Вот Что А Щекой Да Кстати Если Там Щека Опираемся Сережкой Человек Проситься Снять Вот То есть Еще раз Повторяюсь Движение Было Так Нас Кучино Если Мы Немножко Чувствуем Что Ни Докрутили Да Можно Тут Сразу Руку Развернуть Так И Еще Больше Скручиваем Делать Вот Слышали Что Еще Делать Вот Так Со Второй Стороны Я не буду Делать Да Вы Попробуйте Я Буду Красави Ходить Я Тебя Выпрямлю Выпрямлю Тебя Вылечим На Самом Деле Да Вот По Поводу Страхов Бывает Если Человек После Мастера Выходит И Что Не Так Пошло Да Как Правило Это Скрутило Мышцы Сжал Вот Она Подготовлена Расслаблена Он Может Выйти Просто На Спазмироваться Еще Больше Чем До Вас Он Будет Думать Что Это Вы Поэтому Предупреждайте Во-первых В тепле Во-вторых После Тщательного Разогрева В-третьих Если Он Испугался То У Него Может Спазмироваться И Дальше Он Будет Бояться И Не Приходить Каждый Мастер Ничего Не Умеет Пойду К Другому И Так Будут Ходить Но В-третьем Четвертом Пятом Приходили В следующий Раз Если Мы Тебе Поправим Либо Мышцы С ними Напряжение Либо Косточки Постональность Либо Что-то Еще Выясним Причину До Конца Выясним И Глупо Стараться В первый Раз Делать Все На Сто Процент Не Бывает Такого Сразу Предупреждается Что Одного Сеанса Ну В В Летних Случаях Да Это Помогает Но Чаще Всего Люди Долго Так Вот Смотрите У нее Мы Обнаружили Что Седьмой Шейный И первый Грудной Позвонок Вылипывал Вправо Соответственно Нам Надо Их Развернуть Влево Для Этого Есть Другая Тема Давайте Сейчас Расскажите Пока На Шее Работаем Так Вот Мы Должны Тогда Повернуть Влево Для Этого Можно Действовать С Этой Стороны Вот С Этой Хочешь Чтобы Поняли Друг Если Вот Позвоночный Столкнут Моими Руками Да Если С одной Стороны Что-то Выпирает Мы Должны Надавить Снизу Вверх Вертикаль Под Церковь Градцев Вертикально Вот Туда Но Что Перед Тем Надавить С Противной Стороны Мы Должны Растянуть Здесь Растягиваем Здесь Дарим Сначала Делаем Бакантное Место Понимаете Ну и так же И в обратную сторону Достянули Отсюда Соответственно Повернуто Я не буду Лево Право Специально Просто Собой Визуально Понимали Повернуто Сюда Начинаем Достянуться По Тепло Сторону Для Этого Могу Перекладом Чуть Назад Да Вот Можем Давить Вот Отсюда С Этой С Позвонки При этом Голова Желательно Вот За Челюсть Можем Давить Правильно Говорит Не давить А Содержать Манипуляцию Там Да Вот Это Рукой С этой Стороны Да Можем давить В обратную сторону Развернув голову И опять же Растянув С той С той С той Сторон Да То есть Поверну Сюда Затягиваем С этой Когда мы Давим Череп Снизу Вот у нас Точка Приложения Усилия А здесь В эти Позвонки Я специально Через Просто Делаю Чтобы не было Лучно Скольжение А Ай 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 Сейчас Секунду Ай 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 Отдыхай И положи голову Расслабиться Вот И так же Если вы Стоите С этой Стороны Прием Тот же Самый Просто руки Меняете Держим За Череп Его Мы будем Растягивать Шею А вдавить Вот эти Порзунки Два Тут Смотреться Тоже Умельца Есть те Которые Пальцами Есть те Которые Ладонью Между Мякотью Закручивают Есть Для Простоты Я вам Просто Предлагаю Вот Использовать Подносчик Большого Пальца Вот Вы Начунули Достаточно Сильная Кость Сейчас Я не буду Показывать Расслабляйся Так И то же Самое Если Позвонки Вот Здесь У Нас Например Смещены Ротированные Вот Один Остался Вот Этот Вот Кто Хочет Может Прощупать Значит Да Пощупай Пощупай Видно Выбирает Между Соседними Ты же Только Человек Он Только Сравнивательным Анализом Занимается Только Может Сопоставить С Соседними Какими-то Вещами Сам По себе Как Вы Видите Вот Здесь Он Больше Всех Выбирает Прием Такой Соответственно Растягиваем С противоположной Стороны Выше Позвонок Выше Берем Вот Мы Эту Рукой Тянем Снимать С Страны Чтобы Было Видно Вот Позвонок Выше Мы Будем Растягивать А вот Позвонок Не будем Давить Вот Туда Да Тут Надо Переноровиться Так Чтобы Встать Расслабляйся Не бойся Да Да Выдыхай Не Получилось Еще раз Не Хватает Либо Мои руки Слишком Крупные Либо Я Не Рападаю Вот Такой Прием И Если Так Не Получается Хочешь Попробовать Сейчас Сейчас Мы будем Пробовать Договорить До Конца Вот Такие Для Профилактики Можно Случивать Делать На Вот Этом Отделе Позвоночника От Середины Лопаток До Того Места Где Заканчивается Грудной Отдел Вот Просто Друг против Друга Что-то Пустит Стол Что-ли Я не могу понять Стол Да Кстати Небольшой Нюанс Во Время Этих Процедур Желательно Выключать Музыку Закрывать Форточки Ну Во-первых Чтобы Спозняков Не было Во-вторых Чтобы вы Ваше ухо Слышали Где вы Воздействуете Ухо Очень четкий Аппарат Он Прямо Может Досконально Угадать Здесь Счетнуло Или Спереди Свыше Ниже Да Он четко Это все Слышит Поэтому В процессе Не отвлекайся На постальные Звуки На разговоры По телефону Вот Следующий Прием Смотреть Какой Если у нас Не получилось Отсюда Поставить Да И тогда Мы поставим Спереди Для этого Давай Денемся И перевернемся Перевернемся На Спин Да Ноги Трудные Сюда Ноги Нам сейчас Не нужны Надо было По мастерам Поместить Ну ладно Я думаю Вы запомнили Да Пример Где он Уходится Для этого Руки Скрепляем Вот так Должны быть Достаточно Подвижны Руки Иначе Просто Не подготовлен Человек Отся Он Смышцы Ну Это Не страшно Просто Просто Продружаешь Чтобы Больно Делать Вот Смотрим Где Этот Позвонок Значит Поворачивать Будем Вот Сторон С Этой Неудобно Поэтому Обойдем Стол С Другой Стороны Итак Мы Этот Позвонок Вот Делаем С Упором На Стол Вот Такой Гребешок Между Своих Пальцев Единственной Большого Основной Удар У нас Будет На Большой Палец Он Будет Двигать А Вот Этот А Эта Сторона Будет Растягивать Презаположен Сторон То Есть Ассистые Отростки У нас Ложатся Вот Сюда Если У вас Не Хватает Что Там Или Слава Можно Руку На Ребро Поставить Так Делать Таким Способом Попробуем Не Старайтесь Все Сделать Прям Сразу Потерял Вот Этот Да Вот Этот Вот Под Него Вот Здесь Под Него Кладу Чуть Ниже Бугл Большого Пальца С той Стороны Смотрите Можно Еще Как Чтобы Упор Был Сильнее Не Вот Так Сделал А Вот Так Тогда Получается Тут Ассистые Отростки Ложат Отростки Медали Будем Делать Вот Такой Поворот Чтобы Больше Было Давление Лучше Упираться В Против Положную Руку Не Получилось Ну И Не Надо Стараться Значит Доделаем В Следующий Раз Или Другим Способом Еще Можно Сидя Прием Делать И Стоя Значит Было Недостаточно Тракций Недостаточно Размят Что-то Нам Не Хватило Консистенция Людей Бывают Очень Разные Кто-то Накачан Мужцы Такие Кто-то Зажат Стрессами У нее Каменные Мужцы Кто-то Как Пиявка Такой Расслабленный Весь Так что Каждому Подход Индивидуальный Все Выключаю Эту Камеру Записывайтесь На Следующий Урок С вами Олег Лагудвин И мы Все Будем Проверять На Практике До Тех Пока Не Получится Продолжение следует